Мы уверены, что оборудование Должно работать И должно работать оно именно в руках детей Освещая всю деятельность Центра на информационных ресурсах Они доказывают это на деле И вот уже 3 года опровергают Одно из главных заблуждений о том Что если доверить что-то детям То они сделают это плохо Современный мир полон различных технологий Которые созданы для того, чтобы облегчать жизнь нам Людям Слова Евгения Викторовича подтолкнули нас к идее О подготовке серии видеороликов В которых мы вам расскажем Какое оборудование находится у нас в распоряжении И как мы с ним работаем Субтитры сделал DimaTorzok Кадры, которые вы видели сейчас Это не с обычной камеры А с беспилотного летательного аппарата Или же просто квадрокоптера Давайте разберемся, что он из себя представляет Это небольшой летательный аппарат, управляющий дистанционно Чаще всего со смартфона или пульта Как собственно и в нашем случае Именно ими учатся управлять воспитанники нашего центра Одним из них является Калашников Лев С этого года он начал пойти по стопам своего старшего брата Победителя краевого этапа всероссийского конкурса Агро-НТИ В номинации Агрокоптера Шаповалова Алексея И тоже увлекся полетами Привет, Лева Привет Ты управляешь квадрокоптером уже какой месяц? Скажи, сложно ли это? Управлять дроном это не сложно Но все зависит от практики От вашего дрона И от погодных условий Если вы летаете вне здания А можешь назвать характеристики данной модели квадрокоптера? У нашего квадрокоптера характеристики таковы Таковы Взлетает он больше 150 метров Но больше мы не взлетали Потому что нужно разрешение от Росавиации Весит 410 грамм Именно поэтому нужна страховка и лицензия Летать он может по температуре от 0 градусов и до плюс 40 Ну а что касается непосредственно съемки У Мэвика есть несколько режимов Которые будут для вас интересны Например Квикшот Дрон будет распознавать объекты, которые вы хотите снимать Этот режим идеален для съемки живописных мест Ну или красивый закат У него есть несколько подвидов Дрончик Удаление от выбранной точки по высоте и расстоянию Ракета Удаление от объекта, только по высоте, как при старости ракеты Круг Облет выбранного объекта на текущих расстояниях и высоте Спираль Облет объекта на текущей высоте с постепенным увеличением радиуса Бумеранг Облет объекта по траектории полета бумеранга С удалением от объекта и приближением к нему Астероид Удаление от объекта с формированием конечной причины вида Маленькая планета Трипот Этот режим значительно снижает чувствительность системы управления Это позволяет прокладывать точный маршрут, а также снимать замедленные и плавные кадры Функция Active Track должна дать вам возможность снимать движущийся объект автоматически и без помощи рук При помощи нее дрон летит за выбранным объектом сзади или спереди, сохраняя его в поле зрения Point of Interest Облет достопримечательностей Сначала дрон следует подвесить в воздухе над нужным объектом А затем задать высоту и радиус окружности Скорость облета небольшая, но при большом радиусе может занять и несколько минут Какой совет ты бы дал начинающему пилоту, который только начинает управлять водорокоптером? Начинающим пилотам я бы дал совет такой Начинайте с маленьких дронов Не нужно покупать сразу большие массивные дроны Начинайте с маленького Просто возле стульчиков летайте по зданию На улицу сразу выходить не нужно Спасибо за интервью, Лёва Удачи и всего хорошего Тебе тоже, спасибо Как сказал Лёва, управлять квадрокоптером просто Так ли это на самом деле, я проверю потом А сейчас несколько интересных фактов о дронах Первый квадрокоптер был создан в 1922 году Русским авиаконструктором Георгием Батезатом Квадрокоптер не просто игрушка, а беспилотный летательный аппарат, который необходимо регистрировать, если взлетная масса составляет больше 250 грамм Управляющий квадрокоптером называется «Командиром воздушного судна» Самый маленький дрон имеет ширину всего 3 сантиметра, но он ничем не отличается от стандартных аппаратов С вам Порс разработали дрон, который будет исследовать поверхность Марса Он может разведать те места, до которых наземный ровер попросту не может добраться Современный мир не стоит на месте, и нам не нужно отставать от него А пока, до скорых встреч Увидимся в следующем выпуске С вами был Шаповалов Артем И специальный гость этой рубрики «Калашников Лев» Всем удачи и всего хорошего! Субтитры сделал DimaTorzok